Всем привет! Вы на канале На Кухне у Цыганочки. Готовлю сегодня самое летнее, очень вкусное, полезное, ароматное блюдо. Рагу с мясом. Начну приготовление с нарезки мяса. У меня говядина, здесь примерно грамм 700. Можете взять свинину, это по вкусу, по желанию. Все я буду нарезать кубиком. Можно приготовить просто овощное рагу без мяса. Разогреваем казан или кастрюлю с толстым мном на высоком нагреве и вливаем подсолнечное масло. Здесь уже смотрите, кто любит побольше подсолнечного масла, кто поменьше. Наливаем достаточно, чтобы обжарить мясо. Вправляем его в казан. И оставляем больше, пока не перемешиваем, не трогаем, пока не появится золотистая корочка. Пока мясо готовится, все овощи нарезаю крупным кубиком. Лука я люблю много, поэтому я взяла две луковицы. Если вы не любите много лука, можете взять одну. Три штуки болгарского перца. У меня два красных, один зеленый. Возьмите тот, который есть. В принципе, не имеет значения. Точно так же крупно режем. Полный рецепт вы сможете найти, как всегда, под видео в описании. Кабачки я чистить не буду. Буду нарезать вместе с кожей. Дальше у меня идет пара баклажан. Как только мясо начало обжариваться, перемешиваем его и продолжаем так дальше жарить, чтобы все стало золотистое, красивое. У меня здесь пять картошек. Я добавляю побольше, так как я люблю картошку. А вообще будет достаточно трех картошечек, четырех. Так что смотрите здесь сами. Уже по вашему вкусу. И, допустим, свежих помидор нет. Тогда можно взять в собственном соку помидоры. Ну, а если вообще нет ни того, ни другого, тогда просто можно обойтись и томатной пастой. Тоже получается очень вкусно. Острый перец беру одну треть и три зубчика чеснока. И все это мелко режу. Мелко сейчас нарежу зелень. Мясо уже обжарилось, стало золотистое. Обязательно его попробуйте. Твердое мясо или мягкое, так как говядина готовится долго. Если будете, конечно, так же готовить из говядины, как я. Если мясо твердое, тогда добавляйте немного водички и протушите его минут 20-30 до готовности. К мясу отправляем лук, морковь и перец. И пусть это все обжарится. Примерно минут пять. Жарить нужно на высоком нагреве сейчас, так как нам нужно, чтобы овощи вот эти не тушились, а именно обжарились. Так что нагрев делаем высокий. Видите, уже хорошо так начинают обжариваться. Отправляем сюда картошку и даем ей обжариться буквально пять минут. Пришла очередь кабачков и баклажан. Теперь помидоры. Томатная паста, пару столовых ложечек, лавровый листик, немного черного молотого перца. Все специи, конечно же, по вкусу. Неполная чайная ложечка паприки. Не забываем посолить по вкусу. И теперь уже все это хорошо перемешиваем. Нагрев я уменьшила, сделала немного ниже среднего, чтобы нам потушить все это. Закрываю крышкой и буду тушить до готовности. Тушится у меня уже минут 15 на среднем огне. Посмотрите, сколько много соуса, сока. Это все от овощей. Я ни капли воды не добавляла. Теперь пришла очередь добавить сюда чеснок и острый перец. Острый перец по желанию. Кто не любит, можете не добавлять. Хорошо, сейчас перемешаю. И снова накрою крышкой. И пусть так дальше продолжает тушиться. Прошло уже 40 минут. Проверяем на готовность. Картошка готова. Можно попробовать на соль. Если нужно, то добавить соли. И посыпаем зеленью. У меня это петрушка. Вы можете взять любую зелень, какая у вас есть. Всем приятного аппетита! Вкуснее и полезнее ужина не придумать. Если вам захотелось его приготовить и попробовать, а я думаю, что обязательно захотелось, по-другому просто и быть не может. Это вкусно, красочно, ароматно и очень вкусно. Тогда подписывайтесь на мой канал. Ставьте этому видео лайк. Делитесь обязательно с друзьями в соцсетях, потому что таким вкусным ужином невозможно не поделиться с близкими. Обязательно делитесь! Спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до конца. И до новых встреч на Кухне у цыганочки! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok